Мы уже слышали очень такое важное слово, чтобы услышать голос Божий, надо приближаться куда? К Иерусалиму. Иерусалим – это церковь Христова. Это в преобразе церковь. И чтобы слышать голос Божий, хорошо приближаться к церкви. Не удаляться, но приближаться. Потому что можно слышать что-то и помимо церкви, но это уже будет совершенно другой голос. В Доме Божьем Бог говорит к сердцам нашим. И в частности было предложено нам слово от Бога, что мы должны быть свободны, мы должны быть развязаны. Есть история в Библии, когда в свое время сильного человека по имени Самсон связали. Причем, что удивительно, что связали свои, на то были причины. И Самсуну можно было бы обижаться, можно вообще было расстраиваться, но он собрался с силами и обратился к Богу. И Библия говорит, и сошел на него Дух Господень. И веревки новые, которыми он был связан, они просто потеряли силу, они просто распались, как перегоревший лен. И он, поднявшись, взял ослиную челюсть и убил тысячу врагов Израиля, тысячу филистимлян. Когда Дух Божий приходит в нашу жизнь, то не имеет значения, сколько у вас врагов и какие они. Не имеет никакого значения, через какие преграды вам надо пройти. Если Бог на вашей стороне, победа будет за вами. На вашей стороне всегда будет большинство. Вот почему сегодня мы нуждаемся в Духе Господнем, в Божьем присутствии, чтобы Он сражался на нашей стороне, чтобы Он даровал нам жизненные победы. Как прекрасно сегодня слушать Слово Божье. Я знаю, что кто-то из вас пришел в церковь, может быть расстроен, а просто или утомлен от жизни. Вы знаете, что Слово Божье для меня и для всех нас это не просто освежающий напиток, а это освежающий душ после дальней дороги. Оно приносит свежесть. Слава Богу за это Слово. О чем я хочу сегодня проповедовать? Я хочу проповедовать сегодня на тему Огонь Божий. Огонь Божий. Все вы что-то уже знаете об Огне. Не хочу, чтобы мы больше об этом узнали и узнали то, что нам необходимо знать. Я уже сказал, что кто-то из вас утомлен в жизни или от жизни, а кто-то утомлен от служения. И когда это происходит, то мы часто слышим друг от друга ободрись, ободритесь, соберитесь силами. Но когда нет Божьего Огня, послушайте, эти темы не помогают. Они правильные, хорошие, но нужен Огонь Божий, который зажигает и изменяет все. Если же эта искра Божьего Огня потухла или угасла, трудно молиться. Практически нету желания ни в церковь идти, ни Библию читать. Но слава Богу, что не только мы нуждаемся в этом Огне, но и Бог заинтересован, чтобы этот Огонь с новой силой возгорелся. В Библии написано, Луки 12, глава, только один стих 49. Написано, Огонь пришел я, неизвест на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это было желание Иисуса. В Откровении читаем мы, что Он делает служителями Своими пламенеющий огонь. Вот почему Его служителям необходим этот пламенеющий огонь? И еще, когда во времена пророка Ильи была такая ситуация, когда люди уклонились от служения Богу Живому и начали поклоняться идолам. Илья предложил им, давайте поговорим и разберемся, кому мы должны служить. И он сказал, тот Бог, который ответит посредством огня, тот есть живой Бог. И он устроил жертвенник, полил его водою, сделан необходимое приготовление, сделал все по Слову Божьему. И мы читаем 3 Царство, 17 глава, 38-39 стих, там написано. И не спал огонь Господень и пожирал все сожжение дрова и камни и прах, и поглотил воду, которая была во рве. Увидев это, народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И все поклонились Ему. Это достойный ответ от Бога на нужды Божьего народа. Это был ответ от Бога, чтобы все узнали и поверили, что Бог, Он единственный Бог, который достоин поклонения, достоин того, чтобы все узнали и поверили в Него. Я благодарю Бога, что Он однажды зажег наше сердце Духом Святым. И наша забота сегодня поддерживать этот огонь, чтобы он не угас. Я хочу сказать немножко о природе огня, что Он из себя представляет. Я наблюдаю здесь даже присутствуют сегодня дети. Дети иногда любят даже играться с огнем. Правда бывает такое, дети? И я хочу вам рассказать одну историю. Бабочки вот решили между собой просто больше узнать об огне, больше познакомиться с ним. И одна бабочка прилетела к горящему такому источнику и возвратилась обратно и говорит, вы знаете, своим подругам говорит, огонь, говорит, светит. Другая, она была более любопытная, она еще больше приблизилась к огню и обожгла чуть-чуть свои крылышки. Прилетела к своим подругам и говорит, вы знаете, огонь сжет, поджигает, зажигает, сжигает. Третьим, чтобы ближе познакомиться, еще ближе подлетела к огню. К сожалению, она назад не вернулась. Она узнала что-то о природе огня, что он из себя представляет, но она не смогла то, что она узнала, уже передать другим. Итак, есть ли сегодня необходимость в огне? Нуждаюсь ли я лично в том, о чем я сегодня проповедую? Я хочу, чтобы вы это услышали и узнали. Вы видите, что необходимость в огне присутствует. Почему? Потому что огонь, что делает? Производит свет. Аминь. Если бы не было света в этом зале, никакое проповедование и собрание было бы невозможным. Но слава Богу, что есть свет. Слышите, дети? Слава Богу, что есть свет. Иначе бы я не увидел вообще, как вы себя ведете. Слава Богу, что огонь имеет способность светить. Огонь светит и даже больше того успокаивает человека. Я хочу, чтобы вы сейчас были предельно спокойны, чтобы вы способны были слышать голос Божий. Вообще в природе существует три вещи, которые благотворно действуют на человека или успокаивающие. Без таблеток, без постороннего воздействия. Это огонь, это вода и любовь. Еще раз, три вещи, которые успокаивающе действуют на человека. Кто-нибудь из вас когда-нибудь сидел возле костра? Я чувствую, что после этой проповеди вы уже куда-нибудь будете планировать выезжать. Но я вообще-то говорю об том огне, который горит внутри нашего сердца. Хотя я провожу параллели и говорю вам о том, что если вы когда-нибудь сидели у костра, вы можете это делать долго, и это никогда не надоедает. И это успокаивает человека. Слава Богу за огонь! Вода, благо в нашем городе много воды. Наверное, гости наши, они нас будут лучше понимать, почему мы здесь живем. Потому что выйдешь к океану, даже если холодно, не беда. Вода, она успокаивает человека. Вот почему жители этого города, они довольно спокойны. Надеюсь, что это так. Слава Богу! А еще есть любовь. Здесь присутствует немало молодежи. Без любви какая-то нервозность, какие-то переживания. А пришла любовь. О, все становится на свои места. Мы становимся спокойны. Слава Богу за любовь! Аллилуйя! И так огонь, он способен успокаивать нас. Вот почему я люблю огонь. Посидеть возле огня, а самое главное, гореть для Иисуса. Аллилуйя! А еще я уже сказал, что огонь светит. Написано, вы свет миру. Вы меня слышите? Мы являемся светом для окружающих нас. Какая наша личная, персональная ответственность? Огонь производит свет. Вы знаете, что я нахожу в практической жизни? Мы часто пытаемся поправлять или направлять кого-то к определенной цели. Но в чем нуждается сегодня общество и человечество? Это в маяках. Это те люди в окружении вашем, которым вам хочется подражать. Вот пообщался с человеком и хочется жить так, как он живет. Служить так, как он служит. Проповедовать так, как он проповедует. Свет. 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 Чем ярче этот свет, тем он становится как бы привлекательный для других. И в этом нуждается все человечество. Мы должны быть светом для мира. В чем я вижу здесь проблему? Люди, которые сегодня не служат Богу, которые являются людьми неверующими, это случается по двум причинам. Они еще не встретили верующего человека, который бы рассказал бы им о Христе. Первая причина, а вторая, они встретили не тех верующих, которых надо было встретить. Вы свет мира. О чем я говорю? Вот, например, вы можете встретить в нашем городе такого человека, который так расскажет вам за наш город, за штат и церковь, что вам непременно захочется уже завтра переезжать сюда. И вы можете встретить другого человека, который вам так расскажет, что вы никогда сюда не приедете. вы миру свет. У нашем городе таких людей нет, но такое бывает. Вы миру свет. светите ярче, не бойтесь тьмы, горите жарче. Нам необходим Божий огонь. Следующий момент. В огне открывается все. В огне открывается все. Здесь Виталик передо мной говорит, вы связаны или развязаны, и вы можете поднимать руку или не поднимать, признавай в чем-то или нет. Но когда приходит огонь от Бога, то в огне написано открывается все, что мы из себя представляем и то, что мы даже не думаем открывать для других. В Библии об этом написано так, 1 Корфянам 3,13. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет. День, определенный день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Главная моя мысль, что в огне что-то открывается. Что может открыться в огне? Послушайте. Деяния апостолов еще один стих, 28,3. Когда же Павел набрал множество фороста и клал на огонь, тогда ехидна или змея выйдет от жара повисто на руке его. Одна из достопримечательностей нашего штата это так, что тут есть змеи. Ну, конечно, некоторые люди их смертельно боятся. Но, послушайте, надо бояться не эту змею, которая там ползает где-нибудь там недалеко от тротуара, но есть те, которые надо бояться. Когда Павел двигался в служении и был заинтересован, чтобы костер, который согревал других, был еще больше, он взял какие-то дрова и решил положить на огонь форост. Именно в это время выползла змея, она дремала, но огонь ее подогрел, ей жарко стало, и она выползает оттуда и жалит Павла. Когда это случилось, человек занят был добрым делом. Люди подумали, что верно этот человек убийца. если его Бог сохранил в море и он не погиб, а сейчас лишает его жизнь. Но прошло немножко времени и они изменили свои мысли, потому что Павел не умер. Не подействовало на него это никак. Они переменили свои мысли и говорили это Бог. Люди могут падать в различные крайности, делая какие-то определенные выводы. Не хочу вас услышать. Если вы заняты служением Богу и людям, то я не исключаю, что выползет вот эта змея, которая пожелает вас не только остановить, но даже умертвить. Но вы знаете, какой я выход нахожу из ситуации? Змею не надо бояться, а надо держаться ближе к костру, чтобы было куда выбросить эту змею. Благо, там огонь был рядом, и как только она вышла, она попала туда, куда надо ей попасть. А апостол Павел оказался невредимый. Поэтому, друзья мои, можно сказать, в теплой среде все водится. И когда состояние тепленькое и жизнь такая, то там может быть и то, и другое. Но когда приходит Божий огонь, то написано в огне открывается все. И когда Христос явится в свое время за церковью своей, и когда Христос будет судить мир, то он будет как огонь очищающий и расплавляющий. И в этом огне мы все увидим и все будет известно Богу. Поэтому, когда Дух Святой действует в Божьем народе, тогда все проявляется, жизнь человека, как на фотопленке. Мы начинаем лучше понимать себя и других. Мы видим свою несостоятельность. Вот почему нам нужен огонь от Бога. Аминь. Слава Иисусу. Следующее. Почему нам необходим огонь? Огонь сжигает мусор и все нечистое. Огонь сжигает. Вы слышали Псалом? Пусть твой огонь сожжет все то, что мне мешает. Пусть твой огонь именно огонь расправляет и очищает. В Библии написано, что всякое дерево, не приносящее плода, срубает и бросает в огонь. Придет это время, когда все бесплодное будет отдано огню. То есть огонь сжигает все то, что уже никому не надо. Вы слышите меня? Я не знаю, может бы вы сейчас прожигаете в вашу жизнь и время. Но будет время отчета и всякая жизнь, которая была бесплодной, всякая ветвь, она будет отдана огню. Я не знаю лучшего способа, как избавиться от греха и не чистоты, как посредством огня. Послушайте, многие из вас никогда бы не пришли к Богу, если бы трудности или испытания не пришли в вашу жизнь. Но слава Богу, что они случаются в нашей жизни. Вот почему написано «Во дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй». приходит время, когда человек начинает серьезно задумываться над жизнью, над своими целями, над своим настоящим, над своим будущим, и это нормально. В Библии написано «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Слава Богу! Когда мы чувствуем себя прекрасно, мы о Боге вспоминаем нечасто. Но Библия говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Бог не за то, чтобы человеку причинять страдания или боль, но Бог решительно настроен на то, чтобы человек оставил грех во имя Иисуса Христа. И у человека есть выбор сделать это добровольно или сделать это с Божьей помощью, когда Бог посещает человека через страдания. Следующее, почему нам необходим огонь, огонь согревает и оживляет. Огонь согревает и оживляет. Вы верите в то, что огонь может греть? Опять же, в Библии написано 28 глава Деяния апостолов. Там написано так, что когда апостол Павел вместе с плывущими были спасены от бури, когда корабль их погиб, а они все оказались на одном острове, то люди, которые там жили, оказали нам немало человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Вы знаете, друзья мои, что в мире не хватает тепла и света. Вот почему жизнь выглядит так унылой. Никто бы из вас надолго не задержался в церкви, если бы вас периодически хотя бы не отогревали. Но слава Богу, когда мы просто идя по жизни промокаем, иногда до нитки, соприкасаясь с грехом, когда мы теряем жизненные силы, мы приходим туда, где есть огонь Божий, и этот огонь, он способен отогреть наше сердце. В Библии написано достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. И вот когда они были отогреты заботливыми людьми, они пошли дальше вглубь острова, и вы можете читать, какие чудеса совершал Бог руками Павла. Но если бы их не отогрели и не накормили, я не думаю, что что-то подобное случилось бы на этой территории. Слава Богу, что мы способны согревать друг друга. Аллилуйя! Мы можем не только светить, но мы можем еще и подогревать. Аллилуйя Иисусу! В этом сегодня так нуждается человечество. Поэтому я искренне желаю, чтобы огонь Божий сошел в каждое сердце, чтобы огня было много, чтобы люди были удовлетворены, благословены и согреты во имя Иисуса. Следующее свойство огня, он имеет свойство распространяться. Он имеет свойство распространяться. Если вы когда-нибудь видели хотя бы маленький пожар, вы знаете, что его надо остановить как можно быстрее. Почему это надо сделать? Потому что он будет набирать силу, да или нет? Вы здесь? Потому что если вовремя не остановить, наступает момент, когда вы уже остановите его не в состоянии. Иногда целые пожарные команды не в состоянии это сделать, а огонь выполняет свою работу. Я так рад этому моменту, что огонь Божий имеет способность распространяться. Вот представьте себе человек на молитве, если он горит огнем Божьем, все, кто присутствуют рядом, они обязательно это почувствуют. Они будут зажигаться. Почему? Потому что рядом человек не просто молится, как многие это делают, а он своей молитвой зажигает, зажигает к молитве других. Скажите, пожалуйста, сегодня мы нуждаемся в этом или нет? Я не знаю, на любом уровне, молодежном, семейном, взрослом, мы нуждаемся в этих поджигателях, которые способны так помолиться, чтобы еще кому-то захотелось, помолиться так, чтобы кому-то рядом стоящему просто жарко стало, помолиться так, чтобы кто-нибудь рядом стоящий в конце концов взмолился и обратился к живому Богу. И все, что вы делаете для Бога, вы должны знать, что огонь Божий имеет свойство распространяться. Вот послушайте, попробуйте взять свечу, вот вчера было у нас тут бракосочетание, было много огня и много было свеч. Попробуйте, возьмите просто потухшую свечу и пробуйте зажигать другие свечи. Вы можете делать правильное движение, вы можете направляться только одной, только другой свече, которые не горят, но никогда послушайте, никогда никакого действия огня не будет. Вы согласны с этим или нет? Но если в вашем, в ваших руках горящие свечи, то независимо какое количество огня вы имеете возможность прийти на помощь, зажечь другие свечи, и тогда и света, и тепла будет больше. Слава Богу! Аллилуйя Богу! Жизнь Сына Божия, которая в нас, она может зажечь все тело. Вы верите в это, как церковь? Жизнь Сына Божия, которая в нас, она способна зажечь всю церковь, и это возможно, когда вы примете силу от Бога. Следующее, почему нам необходим огонь, почему важно об этом просто молиться, почему важно этого искать, огонь объединяет, соединяет и объединяет. Вы кто-нибудь переживали подобное явление, когда люди живут сами по себе, например, в обществе, которое окружает нас, мы это наблюдаем, но когда случается беда, тогда люди становятся ближе друг к другу, они тянутся к кому-либо, правда или нет. Еще раз, вы видите там стих, каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату крепись, кузнец одобряет плавильщика разглажившие листы молотом кующего наковальни, говоря спайка хороша и укрепляет гвоздями, чтоб было твердо. О чем здесь идет речь? О чем здесь идет речь? Что там, где единство, там каждый помогает своему ближнему. Слышите меня, каждый, скажите каждый, и говорит ближнему своему крепись. Он не ожидает, что его кто-то поддержит, но он идет и укрепляет других. Зачем он это делает, чтоб было как твердо. Послушайте, наше единство сегодня нуждается в огне Святого Духа. Я часто бываю на собраниях, где говорят люди о единстве, объединяются для каких-то целей, но когда они вместе, они все решили и объединились. Как разъехались, все разъединились. Почему это бывает? Не потому, что люди не желают единства, но чтобы наступило единство, нам не хватает огня Святого Духа. Одних планов и решений недостаточно, но послушайте, придет время серьезного испытания, и чтобы мы остались со Христом и на том месте, где Он нас поставил, то нам нужен огонь Святого Духа, свежее помазание, иначе может так случиться, что не останется ни корья, ни ветвей, но Бог, Он есть добрый Бог, и Он заботится о нас и сегодня, поэтому укрепляйте то, что созидает Бог, и делайте так, чтобы оно было еще крепче и тверже, да благословит Бог. И последнее, почему нам необходим огонь, Он защищает и зажигает, защищает и зажигает, что это значит? Я недавно читал, что один восьмилетний мальчик заблудился в лесу, это на Украине было, и на холоде промокший, он ночевал целую ночь один, ребенок, но он, ночуя в лесу использовал огонь, и этим отпугивал всех хищных зверей, его жизнь была сохранена, а через сутки ее нашли, и он был спасен. Огонь защищает, даже волки не приближаются к огню, слава Богу, что огонь есть, огонь или свет защищает от воров, если же этого света недостаточно, то мы можем быть обворованы, мы даже не заметим, когда это случится, но если есть Божий огонь, если наше сердце горит для Иисуса, тогда потерь никаких не будет, поэтому, слушайте, можно говорить одни и те же слова, но результаты будут совершенно разные, почему это так бывает, потому потому что все дело в огне святого духа, написано, что наше свидетельство должно быть в явлении духа и что? И силы Божьей, 1 Коринфянам 2 4 там написано, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, в явлении духа и силы, вот в чем благословение и в чем успех, уже римлянам мы читаем в усердии не ослабевайте, духом что? Пламенейте Господу служите очень часто мы встречаем огонь Божий в сердцах новообращенных но потом проходит время и это первая любовь или огонь этот угасает написано по этой причине я говорю тебе возгревай дар Божий и если вы чувствуете что сегодня огонь вашей жизни угас или говорит слабо надо серьезно что-то предпринять ибо написано без Божьего огня без Бога мы не можем делать что? Ничего Бог сам Христос говорит огонь я пришел неизвест на землю и как бы я желал чтобы он уже возгорелся и когда этот огонь возгорается в чьей-то душе люди на это обращают внимание они сразу это увидят что что-то произошло что с человеком он загорелся и он начинает зажигать других мое искреннее желание чтобы огонь Божий умножился в вашей жизни и в вашем служении я очень хочу чтобы все что я проповедую оно горело в моем духе я знаю что это такое и я верю что только эта проповедь может быть эффективна если это не горит внутри тебя можно и не начинать проповедование вот почему сегодня не только для проповедующих евангелия но для всех христиан нужен огонь от Бога ваша борьба с грехом будет намного успешней когда вы будете гореть внутри вашего духа все дьявольские духи будут обходить вас стороной вы будете жить под защитой Бога под его покровительством слава Богу за эту милость я пытался вас убедить что в огонь это хорошо вы хотите этот огонь иметь скажите пожалуйста вы хотите чтобы этого не было больше несколько слов как поддерживать и сохранять духовный огонь как мы можем этот огонь делать больше ярче и сильнее несколько первый момент это постоянное очищение от греха вы знаете когда вы видите этот свет многим людям даже трудно представить как мы его имеем или как получаем но все же это результат действия какого-то огня какой-то энергии иначе этого света просто бы не было вы знаете что когда раньше топили печки то использовали дрова или угли и там всегда было какие-то засорения какие-то накопления и мусор и эти печки надо было чистить от мусора и золы чтобы огонь Божий в вашей жизни не угасал надо постоянно быть занятым вопросом личного освящения аминь очищение кровью приходит раньше нежели приходит огонь Духа Святого в жизнь отдельно человек поэтому очищение написано в Слове Божьем итак кто будет чист от всего тот будет сосудом чести освященным и благопотребным владыки годным на всякое доброе дело то есть чистый сосуд он будет употребляться Богом чистая печка она приготовлена для будущего сжигания и огня наблюдайте за этим следующий момент что надо чтобы иметь духовный огонь свежий постоянный прилив Слова Божьего свежий постоянный прилив Слова Божьего когда Слово Божье открывается тебе когда через Слово которое вы читаете к вам или к тебе начинает говорить Бог я не знаю лучшего переживания на свете когда это испытываешь то это благодать на благодать когда огня нету послушайте практически невозможно проповедовать когда когда огня нету практически оно будет безрезультатным почему потому что нужен огонь и в Библии написано и было в сердце моем Слово как бы горящий огонь заключенный в костях моих я истомился удерживая его и не мог значит пророк говорит что слово твое обратилось в поношение мне то есть он проповедовал истины Божьи но от этого немало страдал и он решил замолчать больше не делать этого но он говорит то что было внутри меня огонь Божий слово твое оно не дало мне возможности остановиться огонь внутри человека это серьезно вы верите в то что огонь если он есть то он обязательно прорвется наружу аллилюя не надо говорить как я горю и как долго я горю не надо говорить сколько я молюсь в течение суток или пощу в течение месяца важен для слушающих результат и если человек молится и смиряется пред Богом если он идет путем очищения то огня в нем будет больше и больше и люди это увидят он прорвется наружу написано есть огонь такой чуждый это написано язык небольшой член насколько вещества зажигает да и вот вы знакомы с этим огнем когда слово за слово и пошло поехало а потом уже пожар хоть пожарную команду вызывай вы знакомы с этим огнем так точно только в другом смысле действует Божья благодать и Божий огонь и если вы переполнены Божьим огнем то Бог в самый необходимый момент Он использует вас и там где присутствует грех присутствие огня Божьего не только обнаружит все это но совершенно уничтожит во имя Иисуса там где присутствует тьма пришел человек несущий огонь Божий и эта тьма она озарится в самый неподходящий момент и человек неловко будет чувствовать и будет укрытие искать у ног Христа слава Богу за этот огонь следующее что надо чтобы иметь этот огонь это жертвенность в служении жертвенность в служении это посвящение служение Богу и людям надо иметь какой-то постоянный запас дров что я хочу этим сказать что огонь приходит на жертву на приготовленные дрова без этого практически огня Божьего ожидать очень сложно приготовьте жертвенник будьте жертвенны в служении и огонь этот непременно придет послушайте что говорит Новый Завет представьте тела ваших жертву живую святую благоугодную Богу для разумного служения вашего то есть посвятите себя Богу посвятите себя Богу вы знаете что многие получили Дух Святой и они на этом успокоились но очень важно чтобы Дух Святой получил меня получил тебя получил вас я еще раз повторяю вы получили Дух Святой слава Богу но ваша жизнь недостаточно подчинена Богу надо чтобы Он стал вашим Господином и вашим Царем надо подчинить себя надо отдать себя в распоряжение Святого Духа мы хотим Божьей благодатью и дарами распоряжаться а Бог желает получить нас слава Иисусу Христу чтобы получить чтобы принести духовную жертву надо принести себя в жертву надо посвятить себя серьезно на служение Богу и людям скажи сегодня Господь разреши мне гореть для тебя и с Божьей помощью у вас это получится я верю и я это знаю наше жертвенное служение зажигает огонь других вы готовы сказать аминь некоторые говорят как можно пробудить наши церкви например как можно пробудить любое служение как можно сделать чтобы там преизобиловала жизнь Божья очень просто в Библии написано полагай пастырь добрый полагает жизнь свою за овец своих полагаешь жизнь значит жизнь обязательно будет порождать жизнь полагаешь жизнь значит жизнь обязательно будет в Божьем народе другое не бывает потому что когда зерно в земле умирает то в результате получаются десятки сотни зерен так действует Бог в природе так он действует в любом обществе и в церкви жертвенность служением я понимаю что я не открываю сегодня что-то новое но я хочу чтобы вы услышали сегодня это сердце послушайте только жертвенное служение оно зажигает любовь других вы знаете что во время войны были национальные герои например это были люди которые иногда прикрыли других прикрывая положили свою жизнь вы знакомы о чем я говорю вы понимаете они закрыли какие-то там допустим вещи которые несли смерть для других и они стали национальными героями если вы хотите быть героями веры ваша жизнь должна быть сопряжена серьезными жертвами и во времени и в материальных вещах и в духовных вы скажете я уже и так многое делаю послушайте много никогда не бывает чем больше жертвенности тем лучше и вы не бойтесь что вы потеряете очень много вы приобретете намного больше аллилуйя почему сегодня христианство так распространено почему 2000 лет я не знаю больше организованного служения или распространения именно христианство во вселенной почему потому что служение иисуса христа было иисуса христа жертвенным он положил души душу свою за грехи человечества мы заняты так собою что ходим вокруг себя своего дома и своих детей мы не готовы на жертвенное служение но если вы хотите обогащать себя духовно если вы хотите чтобы вам сопутствовал огонь божий ваше служение должно быть именно таким пока мы не принесем в жертву естественное сверхъестественное в нашу жизнь никогда не придет отдай то что ты можешь прежде то чем ты получишь то что ты сам по себе делать не можешь он расточил раздал себя другим вот почему мы благословенны и богаты в нем аллилюя чем больше жертвенных людей в служении тем церковь будет благословенней и богаче и это тот вопрос который нам надо сегодня решать пред Богом я надеюсь что с Божьей помощью у нас это получится я хочу вам сказать что Богу нравится когда вы поете в церкви или проповедуете или что-то делаете для Бога но Богу нужны не наши таланты или наши способности Богу нужен ты твое сердце твоя отдача и твое что посвящение только получив тебя только получив меня Бог может получить все и использовать нас по своему усмотрению как ему угодно аллилюя служение это возможность исчерпать себя до дна о как мне хочется братья и сестры чтобы Бог послал огонь на ваш семейный жертвенник на ваш сердечный жертвенник вы помните как молилась Есфир она сказала так Господи я буду поститься и молиться и я надеюсь что ты меня услышишь но даже если этого не случится я все равно пойду к царю даже если мне придется умереть но я непременно это сделаю и когда она пошла путем этим Бог в лице царя Артаксикса простирает к ней свое благоволение Бог располагает царя и меняется ход истории для всего Израиля почему это случилось нашелся один человек который благодаря живой вере в живого Бога готов был положить свою жизнь слава Богу за таковых людей ну и последнее что нам необходимо чтобы было больше огня это доступ и дыхание Святого Духа это постоянный приток воздуха который способствует горению в Библии написано ибо без меня не можете делать что ничего и это правда Дух Святой он зажигает огонь в сердцах других людей и мы носители этого огня и только этот огонь он способен плавить сердце человека победа возможно только силой Святого Духа вот почему нам необходимо вот это дыхание если вы имеете автомобиль в своем доме если вы имеете хороший Мерседес и у вас есть исправный двигатель все на месте поршня и так дальше вы имеете бак полный бензина если не будет там искры определенной искры огня ваша машина никогда не сдвинется с места даже если она новая даже если она совершенно исправная вы верите это как водители необходимо искра вы знаете и когда эта искра приходит поршня начинается двигаться и машина начинает ехать вы знаете что иногда бывает сколько огня что мы можем сдавать только какой-то определенный шум но движение никакого не происходит чтобы что-то начало двигаться огня надо непременно больше вы знаете что мы заканчиваем собрание я хочу чтобы дух святой побудил вас молиться и нуждаться в этом божьем огне в этом божьем огне вы знаете мне нравится яков который молился богу и когда-то говорил так господи не отпущу тебя пока не благословишь меня бог говорит ему отпусти меня потому что взошла заря а яков что говорит никогда этого не произойдет почему он так держался за этого за бога почему потому что он понимал что если бог его не благословит сегодня то лучше ему не встречаться своим братом который желает его убить иногда мы приходим при лице божье но благословил меня или нет зажег он меня или нет нам кажется что жизнь продолжается когда-нибудь это произойдет но у якова было все по-другому он понимал или сейчас или никогда и он искал божье присутствие и руководство от бога целую ночь иногда человека надо заводить какие-то тупики чтобы он нашел водительство и пути божьи он молился всю ночь и уже пришло утро и ангел божий говорит мне пора уходить он говорит яков борьба была серьезная служение было хорошее но какая польза у меня завтра встреча с братом который намеревается меня убить и я понимаю что без бога я не состояние что-либо изменить или сделать я чисто по-человечески предпринял уже все я сделал первое и второе я ему посылал подарки богатство я пытался размягчить это жесткое сердце но ничего не получилось и сегодня роковой момент эта встреча не случайно или теперь или никогда и он говорит господи пожалуйста благослови меня и вы знаете что произошло написано что бог благословляет иакова бог благословляет иакова и они примирились вы помните эту историю сегодня вы оставите это уютное здание и пойдете домой но вопрос в том нуждаетесь ли вы в божьей помощи и благословении как нуждался иакова часто мы ищем помощи от человеков послушайте но один бог есть крестящий духом святым один христос есть тот который посылает огонь с небес поэтому оставьте суету и обратитесь к тому кто давал дает и будет давать именно молитва она низводит силу святого духа тогда служение ваше будет совершенно другим тогда вы будете победителями в борьбе с грехом тогда у вас будет внутренний мир совершенно другое состояние и другое настроение вы не сможете не трудиться для бога вы не сможете не проповедовать евангелие когда в вашу жизнь придет огонь небес сейчас мы будем молиться и я хотел бы чтобы мы склонились пред теми кто действительно посылает огонь в твою и мою жизнь давайте мы помолимся смиряясь пред богом как я сокрушаясь пред ним и скажем господь благослови мое сердце пошли дыхание святого духа освежи мой дух восстанови и благослови пусть придет помазание небес пусть придет божий огонь о котором христос молился и в котором все мы нуждаемся во имя иисуса христа аминь оставь христос снега иисуса